приветствую вас дорогие друзья и гости моего канала для тех кто меня еще не знает меня зовут кутепов denis я врач хирург по основной профессии и уролог андролог по совместительству стаж моей работы 10 лет первая квалификационная категория и сегодня мы с вами поговорим про опухшие яйца а если точнее то про отекшие яички а если еще точнее о заболеваниях сопровождающихся отеком мошонки про актуальность этой темы я думаю что говорить не стоит если бы моя аудитория состояла только из мужчин этот ролик можно было бы смело назвать беседы о самом важном потому что когда у мужчины отекает мошонка яички важнее проблемы для него придумать сложнее уверяю вас и сегодня я вам расскажу про семь основных заболеваний состояний при которых отекает мошонка яички это будут семь самых распространенных причин отека яичек их необходимо знать каждому мужчине чтобы вовремя самостоятельно без обращения к врачу вы могли диагностировать у себя то или иное заболевание и в дальнейшем сориентировать себя любимого уже на дальнейшие действия что вам делать лечиться самостоятельно идти к урологу идти к хирургу что делать в этой ситуации это будет первая часть в которой я расскажу именно про причины то есть 7 причин отекших яичек следующее видео будет про лечение каждой из этих семи причин поэтому устраивайтесь поудобнее запасайтесь чай очкам кофе очкам мы начинаем и так первая из причин отека яичек или мошонки это конечно же орхоэпидидимид это воспалительное заболевание непосредственно самих яичек и придатков яичек как выглядит и протекает орхоэпидидимид как его диагностировать у себя если он вдруг у вас появилась орхоэпидидимид развивается как правило постепенно нерезко постепенно пациент начинает чувствовать боль в области мошонки в области яичек дальше постепенно в течение нескольких часов а может быть даже и дней нарастает отек отек яичка чаще всего это состояние одностороннее то есть чаще всего орхоэпидидимид бывает с какой-то одной стороны не симметрично то есть не оба яйца но бывает и оба но это крайне редко чаще все-таки одно и так одно яичко постепенно начинает болеть постепенно начинает отекать и краснеть и чем дальше это происходит состояние тем симптомы усиливаются далее идет повышение температуры тела 38 это вполне нормально для орхоэпидидимид но чаще бывает температура поменьше субфибрильная 37 и 5 примерно развиваться это может как просто так но чаще всего это бывает после какого-то переохлаждения либо вирусной инфекции либо каких-то случайных незащищенных половых контактов то есть любая инфекция может спровоцировать воспаление яичка придатка яичка и как следствие отека мошонки как и любое воспаление орхоэпидидимид имеет две стадии первая инфильтративная стадия когда возникает просто отек инфильтрация уплотнения далее это инфильтративная стадия может либо рассосаться как в простонародье говорят при правильном лечении либо может перейти в стадию нагноения то есть абсцидирование и в таком случае развивается уже осложнение орхоэпидидимид это это абсцесс яичка вторая распространеннейшая причина отека мошонки это паховая грыжа но конечно же в этом случае происходит неистинный отек не именно отек яичка происходит увеличение в области мошонки если у пациента пахово-мошоночная грыжа то есть грыжа это дырка в апоневрозе грубо говоря в передней брюшной стенке в твердой оболочке живота через которую вываливаются из брюшной полости кишки в начале под кожу в паховой области а затем они спускаются в мошонку и у человека отмечается увеличенная как будто бы отекшая одна сторона мошонки как отличить паховую грыжу от орхоэпидидимита ну во-первых паховая грыжа формируется очень долго то есть это уже не часы и дни а это как правило недели месяцы а то и годы как правило в начале образуется шишка в области паха именно в области паха паховая грыжа просто в дальнейшем это шишка как бы удлиняется увеличивается и уже распространяется в область мошонки не сразу яйцо увеличивается мошонка увеличивается а именно с паховой области распространяется по мере увеличения грыжи и распространение грыжевого мешка из пахового канала в область мошонки пахово-мошоночная грыжа практически не болит она может болеть только в начальной стадии когда еще только произошел как бы разрыв апоневроза и выход грыжи в паху и может болеть в случае ущемления пахово-мошоночной грыжи но ущемление бывает как правило после длительного грыженосительства как у нас говорят характерным признаком грыжи является изменение ее размеров при натуживании грыжи увеличивается при втягивании живота грыжа может уменьшаться так как ее содержимое связано с брюшной полостью при надавливании на область мошонки если у вас пахово-мошоночная грыжа то эта грыжа может заправляться в брюшную полость и если надавить на мошонку в положении лежа грыжа полностью расправится там что-то булькнет вы можете ощутить такое чувство как будто там что-то булькнуло щелкнуло грыжа заправилась и мошонка у вас нормальная естественно никакого повышения температуры покраснения мошонки ничего такого в этой ситуации не будет третье заболевание сопровождающиеся отеком мошонки это перекрут яичка это очень серьезное и очень страшное состояние яичко у нас не просто лежит в мошонке оно как бы спускается на жгуте который называется семенной канатик то есть оно как бы висит на этом жгуте в этом семенном канатике проходят сосуды питающие яичко и семивыносящий проток и в силу неких причин при неправильном повороте тела при резком движении каком-то бывает во время половых актов это яичко может взять и перевернуться то есть перекрутиться на своей вот этой вот ножке на семенном канатике перекрут яичка сопровождается молниеносной резкой болью которая возникает в момент вот этого вот заворота перекрута яичка острое состояние, резкая внезапная боль никакие не часы, там секунды там решают секунды и в дальнейшем уже происходит тот самый отек мошонки потому что перекручивается сосудистый пучок а в нем находится вена по которой кровь оттекает от яичка вена переживается и начинает нарастать отек мошонки отек яичка четвертое состояние это перекрут гидатиды то есть уже не самого яичка а гидатиды это такая горошинка не буду сейчас вдаваться в подробности зачем она нужна откуда она берется в общем представьте что на яичке висит такая горошинка тоже на ножке типа попеломки и вот в силу никаких причин она может перекручиваться и точно также некротизироваться чем отличается это состояние от перекрута яичка на самом деле отличить их не каждый сможет и даже врач не каждый сможет но перекрут гидатиды протекает менее интенсивно нежели перекрут яичка то есть представьте да либо у вас все яйцо перекрутилось и нарушился кровоток в этом яйце либо только маленькая горошинка на яичке но также это возникает резко также внезапно также остро появляется боль в области мошонки но такого выраженного отека и посинения например яичка как может быть при перекруте яичка выраженных таких симптомов здесь нет отек есть да иначе этого заболевания не было бы в данном в данной подборке так сказать про отек яичка конечно же отек есть но он локальный локальный отек например с боковой поверхности яичка то есть не все не вся мошонка отекла а только по боковой поверхности именно там где перекрутилась эта гидотида и боль соответственно тоже локальная то есть не все яйцо болит не вся мошонка а болит именно область перекрученной гидотиды в этом месте в области гидотиды также отмечается покраснение пятое состояние это водянка яичка водянка бывает врожденная и приобретенная ну врожденная понятно то есть она есть с рождения в принципе ее вам диагностировать как взрослому человеку не придется ну разве что только у своего ребенка а приобретенная приобретается соответственно с течением жизни появляется эта водянка чаще всего постепенно но бывают и приступы острой водянки как бы когда она появляется резко но чаще всего это все-таки киста которая постепенно растет она также локализуется чаще всего с одной стороны как и все предыдущие перечисленные мной состояния все они характерны в основном для одного яйца для одной стороны мошонки постепенно в течение нескольких месяцев а то и лет пациент отмечает увеличение яйца увеличение мошонки с одной стороны это не вызывает никаких болей никак внешне не изменена то есть не изменена не красная она обычного цвета телесного точно такого же как с другой здоровой стороны постепенно увеличивается вот и все при этом в отличии от паховой грыжи она не меняет своих размеров просто постепенно увеличивается не может уменьшаться например при втягивании живота При попытке заправить ее, то есть надавить на мошонку, водянка не вправляется в брюшную полость, потому что она, как правило, не связана с брюшной полостью. Это киста, которая как шарик, как воздушный шарик, лежит у вас в мошонке, либо в семенном канатике, и постепенно, потихонечку надувается. Только надувается она не воздухом, конечно же, а надувается она водой. Поэтому она и называется водянка. В редких случаях водянка может осложняться воспалением нагноением. То есть, когда в эту воду попадает инфекция в силу неких причин, может происходить нагноение водянки. И здесь уже клиника соответствует самому первому состоянию, о котором я говорил, орхоэпидидимиту. Но это бывает крайне редко. Чаще водянка вообще никак не болит, ни красная температура не повышается, и ничего такого не беспокоит. Просто постепенно человек замечает увеличение мошонки, с одной стороны. Следующее состояние, вызывающее отек, увеличение мошонки, это варикоцелле. Это варикозное расширение вен семенного канатика и, соответственно, яичка. То есть, в мошонке находятся вены, как я вам уже сказал, в составе семенного канатика. И в силу неких причин происходит варикоз этих вен. Точно такой же варикоз, как на ногах. Бывает чаще у женщин, ну и у мужчин, в принципе, бывает варикоз на ногах. То есть, из одной прямой вены получается такая венозная извитая сеть. Как это выглядит? Характерным именно для варикоцелле является тестовидная консистенция мошонки. То есть, при пальпации вы можете отметить, что мошонка у вас как тесто. То есть, ее нажимаешь и пальцы так, как будто в тесто проминаются. Это именно вот характерный симптом варикоцелле. Кроме того, вы можете ощущать вот эти вот извитые варикозно расширенные вены. Как жгутые они, но они не очень плотные. Ну, как вот вена на руке, то есть, потрогайте свою вену. Она же, у кого особенно они выражены, она же не плотная, но она ощущается. Точно так же и можно ощутить вот эти вот извитые вены в мошонке. Чаще всего варикоцелле, опять же, характерно с одной стороны. В редких случаях бывают варикоцелле с двух сторон. Может быть, небольшой цианоз. То есть, небольшое посинение кожи мошонки. Потому что это же все-таки вена. А вены, как вы знаете, через кожу выглядят у нас как синие. То есть, синего цвета. И, в принципе, может быть небольшой цианоз мошонки. Болей особых варикоцелле не вызывает. Повышение температуры тоже не вызывает. Развивается варикоцелле тоже, как правило, постепенно. И в течение нескольких лет. Ну и последнее состояние, вызывающее отек мошонки. Это так называемый полисирозит. Что это такое? Полисирозит это состояние, при котором жидкость пропотевает. То есть, появляется в различных частях, отделах нашего тела. Там, где она скапливаться не должна. То есть, в легких. Отеки ног. Та же самая мошонка. То есть, мошонка надувается водой. В животе асцит формируется. В легких это плеврит, гидроторекс. То есть, везде застаивается жидкость. Чаще всего, такое состояние бывает при сердечной недостаточности. Застойной сердечной недостаточности. И, как я вам уже сказал, мошонка не исключение. В мошонке также может скапливаться, набираться жидкость. Как и во всех перечисленных мной отделах. И вот здесь уже, во-первых, характерен анамнез. То есть, это проблемы с сердцем. Одышка, отеки ног могут быть. Увеличение живота. Вот такие симптомы могут предварительно быть у пациента. И здесь уже характерно увеличение обоих сторон мошонки. Увеличение до больших размеров. То есть, туда может до пол ведра воды помещаться. Постепенно они потихонечку увеличиваются. Отвисают и как два шара, наполненных водой, висят. И, собственно говоря, беспокоят. И вообще это некрасиво. Но в таком состоянии, в котором появляется отек мошонки вследствие полисирозита, в таком состоянии о яичках, о мошонке думают, наверное, не в первую очередь. Потому что реально пациент плохо себя чувствует в таком состоянии. Но состояние имеет место быть. Отек яичек есть, да еще какой при полисирозите, при сердечной недостаточности. Поэтому я обязан был упомянуть это состояние в данном видеоролике. На этом на сегодня все. Если я что-то забыл, либо у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. На все отвечу. И все это с вами вместе мы разберем. Не забывайте смотреть следующее видео, в котором я расскажу про лечение этих состояний, которые я перечислил сегодня. Про лечение заболеваний, сопровождающихся отеком яичка. Всем здоровья. До новых встреч. Пока.